Доброе утро! Судя по скорости нарастания аудитории, я так понимаю, что у всех проблемы с запорами. Давайте-ка по-честному. Вот сейчас поставьте в чате плюсик, кто уже покакал с утра, и поставьте минус, кто ещё не покакал. Давайте честно признаемся, чтобы я понимала, насколько целевая у меня сегодня аудитория. Не, на самом деле, конечно, тема не смешная, тема очень даже серьёзная. Я поэтому сегодня даже передислоцировалась в другое место. Буду не только говорить, но и показывать, что конкретно нужно делать, чтобы бороться с запорами. Потому что вопросы, которые пришли в окне, они как раз и были, собственно, с этим прицелом. Как бороться, что делать. Так, я жду ваши плюсики и минусы, чтобы понимать, кто покакал уже, кто не покакал. Я уже два раза. Раньше, конечно же, я в течение всей своей жизни, вплоть до самого последнего, ой, не последнего, а уже такого совсем сознательного возраста, ну, скажем, сколько мне было, в шестнадцатом, пятьдесят три, да, до пятидесяти трёх лет. Я вообще не уделяла никакого внимания вот этой теме, когда, во сколько я хожу в туалет по большой нужде, и как часто, и насколько это регулярно. То есть мне даже в голову не приходило хоть как-то проследить за этой темой. И я думаю, что и у большинства людей тоже такое же поверхностное отношение вот к этой теме. А, там что-то где... Вы знаете, что меня удивляет, да? Приходит человек на консультацию, и я у него спрашиваю, как часто, ну, с какой регулярностью вы ходите в туалет по-большому? Когда у вас случается ваш штул? И человек начинает задумчиво смотреть в облака. Ой, так, ну как? Ну, где-то, наверное, после завтрака, где-то иногда после обеда, по-разному. Даже уж не помню, как, представляете, вот до такой степени. То есть люди вообще не отдают себе отчёта в том, что у них нет никакой регулярности стула. Я не говорю сейчас вообще про всех, я говорю про огромное количество людей, которые не обращают внимания на это, и которые при этом имеют какие-то проблемы. То есть что происходит? А происходит то, что нам не прививают эту культуру с детства. То есть это не является предметом обучения. Нас не учат, как освобождать кишечник. Вот в чём проблема. Вот в чём трагедия вот этой темы, на которую предпочитают закрывать глаза. А что об этом говорить? Что говорить о том, что дурно пахнет и что некрасиво? Зачем об этом? Ну, сходил и сходил. И только когда я начала уже конкретно заниматься вот этой темой изучения натуропатии, учиться и изучать питание, изучать, как функционирует организм, только тогда я стала осознавать, насколько же мы заблуждаемся, что не уделяем внимания теме достойного опорожнения кишечника. И надо сказать, что с точки зрения бытовой вот эта вот расхлябанность в отсутствии режима испражнений – это очень неудобная вещь, когда ты знаешь, что у тебя стул совершается всегда в одно и то же время, предположим, утром, да, после завтрака или до завтрака, после гимнастики или после воды. Это очень удобно с точки зрения бытовой. То есть ты знаешь, что ты в это время освободишься, и всё, у тебя свободный день, и тебе, как говорится, нигде не приспичит. А что происходит, если у тебя нет графика? То есть тебе может приспичить где угодно и когда угодно. В транспорте, на работе, в метро, в машине, в магазине, в театре и так далее, и так далее. А у нас с туалетами не очень, да, как-то у нас тоже культуры туалетов тоже не предусмотрено. И начинаются проблемы, куда бы это сбегать, где бы это всё совершить. То есть не говоря уже о том, что это вообще нехорошо для организма, да, удерживать в себе яды. Но это ещё и очень неудобно. Так вот, что же происходит на самом деле с точки зрения физиологии, если кал удерживается в кишечнике больше, чем он там должен быть, да, по времени? Что такое кал? Это яд. Я думаю, с этим никто спорить не будет. Вот у вас когда-нибудь возникало желание попробовать на вкус свои испражнения? Я думаю, что вряд ли. Я думаю, что вряд ли. Потому что уже один его вид и запах, и вообще, да, понимание о том, что это отходы, уже не оставляет ни малейшего желания попробовать это на вкус. То есть это говорит о том, что это 100% яды. И это не может быть не ядом, потому что тело активно это отторгает. То есть те, у кого это происходит регулярно, знают, с какой скоростью, да, обычно бежишь в туалет, чтобы побыстрее это исторгнуть. Те, у кого запоры, они чувствуют, насколько это тяжело, таскать в себе эти яды, когда они вовремя не выходят из твоего тела. То есть кал – это яды, это отходы, это шлаки и токсины, которые необходимо регулярно из себя выводить. Что происходит, если не выводится? А происходит ровно то, что яды, содержащиеся в кале, начинают при задержке кала в кишечнике, начинают проникать через стенки кишечника в кровеносное русло. Что происходит дальше? А дальше ядовитая кровь, кровь, напичканная вашими же токсинами, вашими же отходами, разносит эти яды по всему организму. Потому что кровеносная система, она для того и существует в нашем теле, чтобы разносить питательные вещества по всем клеточкам, тканям, органам и системам. Если кровь разносит вместе с питательными веществами еще и яды, то вы понимаете, чем вы питаете свои клеточки, тканей, органы и системы. Вы питаете их своими же ядами. Вот скажите, что будет с вами, если вы будете питаться ядами? Ну, скорее всего, вы заболеете и, наверное, даже умрете. А почему тогда мы должны кормить наши клеточки, ткани, органы и системы ядом? Понимаете, что происходит? Когда задерживается кал в кишечнике, происходит медленное умершвление своих собственных тканей. Я не побоюсь этого страшного слова. Медленное умершвление, то есть отравление. Хроническое отравление. И если это так, то мы создаем внутри своего организма просто катастрофическую ситуацию с дикой, ядовитой, закисленной средой, в которой не только воспалительные процессы, в которой может развиться всё, всё, что угодно, ну, в самом плохом смысле этого слова. Это очень опасно. Запоры – это трагедия. Но только она, видите, в чём трагедия этой трагедии? В том, что она развивается медленно. Она не развивается быстро, да? Это не так, что задержался там стул на три дня, и ты всё, хоп, и скончался. Нет. В том-то всё и дело, что это всё очень медленно накапливается, медленно по капле, да, по капле яды проникают в кровь, и мы потихонечку, потихонечку гниём изнутри, гниём заживо. Причины, да, причины. Почему? По большому счёту можно разделить причины запоров на две, на две группы. Первая – это какие-то патологии, какие-то, может быть, удлинённые участки кишечника, какие-то петли, сужения, спайки, послеоперационные, да, какие-то явления и так далее. То есть что-то анатомического характера. И это может вызывать задержку стула, но это отдельная тема, и тут нельзя давать какие-то общие советы, потому что ситуация у каждого может быть очень индивидуальна. А вторая большая причина глобальная, и она наиболее распространённая, это всё-таки грехи в питании, грехи в питании, малоподвижный образ жизни, и в общем и целом незнание, незнание законов и нежелание работать над этой темой. Поэтому сегодня, давайте так, я отметила для себя в моём конспекте 13 пунктов, 13 пунктов, которые нужно выполнять и работать над ними каждый день для того, чтобы бороться с запорами. Потому что давайте признаемся себе честно, что нередкие ситуации, когда мы только хотим бороться с запорами, когда мы переписываем себе в тетрадку, что нужно делать, когда мы всё хотим начать с понедельника, а всё стоит на месте, потому что не можем собраться, нет дисциплины, что-то мешает, куда-то надо ехать и так далее. А если работать над этим вопросом, то, конечно же, оно сдвинется. И это не пустые слова, потому что я вижу, что происходит у меня на курсах. Даже за одну неделю работы над собой в плане питания и в плане всего остального, что я буду перечислять. У людей уже начинаются подвижки в плане улучшения стула, в то время как много лет они испытывали эту проблему. Понимаете, что происходит? То есть наш организм очень чутко и быстро может отзываться на эти меры и спасать вас от этого хронического отравления. Только надо работать над этим. Итак, я приступаю к моему списку из 13 пунктов. Что делать, да? Как бороться? Потом у меня по плану ответы на вопросы и потом в конце несколько упражнений эффективных, которые нужно внедрить в свою жизнь в режиме каждого дня, чтобы работать с кишечником. Итак, первый пункт. Враг номер один для регулярного испражнения это обилие крахмалистой пищи, обилие крахмалов. Что есть крахмалы? Это всё, что связано с мукой. Это раз. Всё. Абсолютно всё. Всё, что связано с варёной пищей. То есть, если у вас обилие мучного и варёного в вашем рационе с утра и до вечера, то это очень-очень большой тормоз для регулярного испражнения. Крахмалы – это клейстер. Я вам уже говорила это на прошлых эфирах. Это клей, клейстер, который буквально склеивает кишки и всё, что движется по кишкам и является очень-очень большим тормозом, мешающим фактором для продвижения масс по кишечнику. Поэтому минимизирование крахмалов прямо вот до самого-самого минимума. Ой, я сегодня что-то на корточках, мне что-то так неудобно. Ступчик что ли взять? Сейчас, подождите. А то я ноги отсижу себе. Вот. Так оно будет поменьше. Вот. Значит, всё, что касается хлеба и выпечки, и каких-то там плюшек, финтифлюшек, это просто не пожалейте. Ну, вернее, как, не надо себя жалеть, от этого нужно точно отказываться. То есть, если у вас запоры, то вот эти все финтифлюшки, макароны и хлебобулочные изделия, это точно на выкид. Я там допускаю, ещё какая-то варёная еда останется, какие-то каши, там, какие-то супы. Это ладно, это нормально. Но всё, касается хлеба, это всё. Короче, крахмалы удаляем. Что? На замену крахмалам, да, чтобы не чувствовать себя голодным. Второй пункт. Увеличиваем количество сырой клетчатки, то есть, сырой растительной пищи. Как бы банально это не звучало, что нужно кушать больше сырой растительной пищи, и как бы все это понимают, об этом везде пишут, об этом говорят, надо кушать фрукты и овощи. Но по факту, знаете, что мы имеем? Я читаю анкеты людей, которые приходят ко мне на консультации. Есть вопрос в анкете, какое количество овощей и фруктов в сыром виде вы едите. 90% людей отмечают, что они едят сырую пищу примерно 5-10% от общего объёма всей съедаемой пищи за день. Они едят хлеб, картошку, мясо, рыбу, яйца, творог, молочку и так далее. Этому уделяется большое внимание. И где-то между всей вот этой вот массой плотной, настоящей еды пробегают какими-то тенью отца Гамлета пробегает там один помидор и пара мандаринков за весь день. Это что, клетчатка? Вот когда я работала как диетолог, сейчас я работаю как натуропат, а когда я работала как диетолог, я считала всякие там БЖО, проценты, и вот я высчитывала количество клетчатки, это нужно было для составления формулы, которые съедает человек за день, ну, человек, который обращается ко мне за консультацией. Там до нормы не дотягивали практически все, сейчас скажу сколько, короче, где-то раз в пять ниже нормы, она и так, в общем-то, небольшая, это норма клетчатки, но раз в пять ниже нормы было у людей вот употребление сырой растительной пищи. Это просто, это просто кошмар, что происходит, как далеко люди ушли в своем питании в сторону неестественной еды. Я не устану об этом говорить, пусть я повторяюсь из эфира в эфир, но естественная еда для человека это все-таки сырая растительная пища, плюс какая-то еще дополнительная, да, в виде там животной еды, жира и вареной, но на первом месте должна стоять растительная пища, сырая, то есть естественная, природная. фрукты, овощи, зелень, ее крайне мало. Я знаю, можно ссылаться на то, что дорого, нахимично, нормально не купить, не наешься этим, меня пучит, но это уже издержки, это уже издержки вашего нарушенного питания и вашего нарушенного пищеварения, что вас там пучит и так далее. И что нахимично, это тоже все отговорки, потому что колбаса тоже нахимичная, мясо нахимичное, молочка нахимичная, сейчас все нахимичное, мы не можем ссылаться на это, но нужно менять, менять процентное соотношение вареной и сырой еды, и пока вы его не поменяете, это соотношение, кал будет стоять, не будет двигаться. Дальше, третий пункт, это чистота вашего кишечника. Это такое очень общее, такое обобщенное формулировка, чистота кишечника, но если вы хоть немножечко уже знакомы с моим блогом, да, и с моей темой, то, что я пропагандирую, то вы скорее всего уже понимаете, о чем я говорю. Я говорю о последовательности употребления продуктов, да, вспоминаем темы прошлого эфира, позапрошлого, про фрукты и овощи, то есть отсутствие мешанины из фруктов, плодов, вареной и животной пищи делает кишечник более чистым. Если мы это все перемежаем в течение дня, тяжелую пищу, легкую пищу, фрукты, хлебушек, каша, все вот так, в кучу, когда захотели туда, то и положили в рот, то чистоты не будет в кишечнике. А если не будет чистоты, будет идти хронический процесс брожения и процесс гниения в кишечнике. И то и другое сопровождается образованием слизи, слизи вот этого гнойного характера, да, клея, которая загрязняет стенки кишечника и которая тормозит процесс пищеварения и выделения, то есть выведения отходов. Поэтому чем чище ваш кишечник, тем лучше у вас опорожнение. Чистота кишечника – это очень большая тема. Вот так в одном эфире, тут ее не раскроешь, это нужно 222 эфира, наверное, провести, чтобы об этом рассказать. Но это тема, которая постоянно присутствует на моем блоге, в моем аккаунте, поэтому просто следить за этим. И, кстати, на днях буду объявлять уже о наборе на второй поток курса очищения организма, поэтому следите за анонсами. Итак, про чистоту понятно, да? Чистота кишечника. И четвертый пункт – это очень большое внимание нужно уделять жирам. Я знаю, что у многих есть ложное представление о том, что от жиров жиреют. И поскольку тема запоров, она очень часто связана с темой лишнего веса, ну не всегда, но часто, то люди боятся употреблять жиры, думая, что от них жиреют. Вот это совершеннейшая неправда. От жиров не жиреют. Жиреют от крахмалов и углеводов, и еще от много чего, от загрязнения кишечника. Но от жиров, если их употреблять правильно, грамотно и хорошие жиры, в правильное время, в правильном количестве, в правильном сочетании, от жиров происходит улучшение стула. Почему? Ну, во-первых, жиры сами по себе – это смазка, и это понятно, что со смазкой все идет гораздо лучше, да? Это понятно. А во-вторых, жиры вызывают хорошее отделение желчи из желчного пузыря. А желчь является… То есть, желчь усиливает перистальтику кишечника. То есть, если желчь хорошо отделяется из желчного пузыря, она действует на перистальтику, то есть, кишечник хорошо перистальтирует, сокращается, соответственно, кал лучше выводится. Поэтому жиры, как растительные, так и животные, всякие разные, нужно обязательно иметь в своем рационе, ни в коем случае от них не отказываться, особенно если есть запоры. И в том числе, еще плюс к жирам, еще и горечи. Горечи тоже вызывают хорошее отделение желчи и тоже запускают перистальтику. Но под горечами я имею в виду какие-нибудь травки горькие, типа полыни, понемножечку можно пить, какие-то специи, ну вот что-то такое, да? Все, что имеет горький вкус. Понемножку, конечно, не нужно доблевоты это кушать, но понемногу куда-то добавлять горький вкус будет очень даже неплохо, если у вас запоры, или склонность к запорам. Дальше пятый пункт употребления специфических продуктов. Специфические они могут быть для каждого человека разные. Я назову несколько, которые по статистике почти всегда вызывают, ну, помогают, помогают налаживанию стула. А вы уж там смотрите, какие-то, может быть, для вас приемлемые, какие-то у вас есть свои, может быть. Но, например, что это? Например, это семена льна. Ну, это самое, наверное, первое, что приходит в голову, что нужно употреблять, если запоры. Причем прямо с утра. Причем как? Не просто как семена, а именно с вечера их размолоть столовую ложку, залить водой, чтобы они там набухли. И к утру это превращается в такой, в кисель, в такую сопливую жидкость киселистого такого формата. И вот эту жидкость нужно употреблять. Хотите так, хотите с чем-то смешивайте, хотите с медом, хотите там блендерите с бананом, с соком лимона. Как хотите, смешивайте с чем угодно, с фруктами, с овощами, в салат, как хотите, как вам вкусно. Но эту штуку нужно съесть прямо с утра. Ну, очень распространенный вариант это бананово-льняная кашка, ну, такое пюре, да, с блендери. Если туда еще и растительного молочка добавить, то это будет, во-первых, вот этот слизистый лен, который сам по себе хорош, это будет какой-то фрукт, да, это клетчатка. И если это растительное молочко, собственно, ручно приготовленное из орехов или семян, это еще и жиры. И таким образом мы имеем такой продукт хороший, который со всех сторон очень хорошо влияет на формирование кала, да, и прохождение его по кишечнику. Это в режиме каждого утра. Это не то, что там раз в недельку съел, и ждешь, сидишь, да, когда же у тебя там наладится. Нет. Каждое утро себе вот такие готовить блюда. Так, что еще может быть из специфических? Например, псиллиум тоже хорошо работает. Псиллиум, если кто не знает, это шелуха семян подорожника. Продается в интернет-магазинах здорового питания или просто в интернет-магазинах по типу Валберис. Тоже где-то в размере одной столовой ложки можно начинать с такого объема, можно немножко увеличить. Просто замачивается водой на несколько минут, он разбухает, и это прекрасная клетчатка, которая хорошо тоже способствует вот работе кишечника. Можно так, можно там соком размешать, как душе будет угодно. Вот как придумали, чтобы было вкусно, да, там с кефиром или еще с чем-то там смешивать. Вот так и употребляйте. Ну и какие-то специфические продукты из фруктов или овощей, на которые вы замечали, что у вас идет лучшая реакция. Просто знаете, как бывает, человек заметил, что у него хорошая реакция со стулом на какой-то продукт, но не цепляется за это, а нужно уцепиться. Вот, например, если вы понимаете, что у вас на сырую свеклу или на печеную свеклу или на вареную свеклу или на свекольный сок, который вы добавляете там куда-то еще в какой-нибудь яблочный, морковный, если вы видите, что у вас, допустим, на свеклу идет хороший стул, нужно за это зацепиться и делать это как можно чаще. Но если не каждый день, да, чтобы не надоедало и чтобы не было привычки, то хотя бы через день делайте это. Это могут быть сливы или чернослив, это могут быть абрикосы или курага, это может быть, могут быть грибы, кстати. У многих грибы, например, соленые, да, какие-нибудь там, может быть, даже вареные, не знаю, но просто грибы это тоже сама по себе такая грубая клетчатка, хитин, и она тоже у многих способствует хорошему стулу. То есть найти какой-то свой продукт, зацепиться за него и как можно чаще его использовать. Ну, как правило, это продукт, который из разряда овощей или фруктов, что-то оттуда, или какая-то зелень. У многих зеленые коктейли вызывают хороший стул. То есть прямо блендер, пучок зелени любой, туда фрукт или пара фруктов, туда водичку или растительное молоко, там водичку с медом, с лимонным соком, кому как нравится. И вот прямо с утра вот такие напитки, туда еще и лен можно добавить. И вот такая полужидкая консистенция, она будет гораздо легче для вашего кишечника, чтобы сформировать полноценный стул. Нежели вы затаритесь бутербродами и кашкой, плюс там творожок, яйца, из этого сделать будет стул гораздо труднее. То есть если у вас склонность к запорам, делайте вот такие легкие, легкоформатные такие завтраки, да, из растительной пищи, с жирами, вот со всеми этими делами, со всеми этим льном, псиллиумом, чередуйте, и вы увидите, что уже будет подвижка. То есть не надо с утра затариваться крахмалами. Вот лучше себе обеспечить вот такую здоровую, легкую пищу. Так, шестой пункт, это уже физическая практика, это брюшное дыхание и массаж зоны желчного. Массаж зоны желчного, тут немножко нужно как бы подольше все это показывать, объяснять, я сейчас это делать не буду, просто кому это нужно, можете мне в директ написать после эфира, и я дам ссылку на это видео, где можно научиться вот этому упражнению самомассаж, бестеральный самомассаж, он совершенно несложный, но нужно его научиться делать. Во-первых, это будет очень хорошо для улучшения пищеварения, а во-вторых, а может быть даже и в-первых, это запустит нормальный отток желчи и усилит перистальтику кишечника. И плюс там будет объяснение, как делать брюшное дыхание. То есть вот эта вот зона, зона живота, она у нас очень часто нерабочая. Почему мы говорим ленивый кишечник? Да потому что сам хозяин кишечника очень часто бывает ленивым. я не имею ввиду ленивый в плане вообще ничего не хочу, да, а в плане малоподвижности. То есть не работает тело, сидячая работа, желание лежать, мало энергии, нежелание двигаться. все это приводит к застою вот в этой зоне, зоне живота. А если у вас там застой, то нарушено кровообращение, нарушено лимфообращение, кишечник стоит. Кишечник это тоже мышца, и его тоже нужно кровоснабжать, да, и он тоже должен быть накормлен, да, он должен быть активный. А как он будет активный, если вокруг него там болото, там должно все двигаться, там должно ходить. И вот в этом как раз помогает брюшное дыхание. Это очень просто. Просто кладете руку на живот, кладете руку на грудь и дышите животом. На вдохе живот вздымается, грудь при этом не шелохается. На выдохе живот убирается. Ну, вот так. И вот такое брюшное дыхание нужно практиковать прямо как можно чаще. Как только есть свободная минутка, где-то там сели на диван или на работе, практикуйте. У вас диафрагма заработает, у вас вот эта вот зона кишечника, она начнет дышать, работать, двигать, кровоснабжаться. Кишечник начнет становиться более активным и живым. Вам нужно все время его оживлять, оживлять, оживлять. Следующий пункт это питье, вода. Это очень важно. Если вы забываете пить, если вы не умеете пить, то учитесь пить, то ставьте напоминалки. Лучше теплую, горячую, вот прям вот термос с собой всегда маленький рядом взял, налил, два глотка сделал, поставил. Через 15 минут снова налил, сделал, два глотка поставил. Это не сложно. Если вы говорите, что в вас вода не лезет, правильно, она не полезет, если вы хотите выпить стакан. Она не полезет, вас может даже вырвать. Но от одного-двух глотков никого не вырвет. И если вы делаете каждые 15-20 минут по одному два глотка, вы даже не заметите, как вы свою норму воды за день выпьете. Это просто нужно себя приучить, это нужна дисциплина, это должен быть план, это должна быть работа, ежедневная ваша работа. А восьмой пункт. Искусственная перистальтика. если у вас ленивый кишечник, вы это признаете, то есть он плохо перистальтирует, он плохо работает как мышца, значит, делаем ему искусственную перистальтику. То есть работаем ручками для того, чтобы помогать ему перистальтировать. Что это такое? вот наш кишечник. Значит, мы знаем, что у него есть восходящее, да, я про толстый говорю, про толстый, где у нас кал. Значит, справа восходящее, поперечное и слева нисходящее. То есть у нас каловые массы идут вот таким образом и слева выходят. то есть чтобы делать искусственную перистальтику нужно идти не против хода каловых масс, то есть не слева направо, а справа налево. Ну, то есть по часовой стрелке, вот так будем говорить. Итак, справа поднимаем, поперек и слева выжимаем, то есть как бы выдавливаем, да, и лучше это делать вот так прямо кулачками. Вот таким образом продавливание. продавливание по часовой стрелке. Вот так и на выход. И вот так не лениться каждое утро начинать вот с этой искусственной перистальтики. Помогайте своему кишечнику, будьте ему другом, не оставляйте его в одиночестве с его проблемой, с его ленивостью, и он вам ответит благодарностью. Вот и все. Все очень просто. Девятый пункт. Ну это просто такое избитое выражение физическая активность. Начинайте утро обязательно с растяжек. Вот самых банальных растяжек. Не надо делать по утрам какие-то бегать. Ну нет, если вам хорошо и нравится бегать, вы можете бегать. Просто я знаю, что моя аудитория, это в основном уже примерно мой возраст. плюс 50, там около 50, есть и за 60, и нам уже бегать тяжело. У нас уже есть, а тем более если есть лишний вес, нам тяжеловато. Но если есть возможность, можно просто быстро ходить. Но как с утра мы дома и нам как-то некогда куда-то там уходить, нам нужно быстрее бы стула дождаться. Поэтому растяжки. Вот растяжки это то, что помогает вашему кишечнику прийти в рабочее состояние. Вы ночью спали. Кто-то вот так спит, ну кто как, но все внутри спало. и кишечник он тоже был в одном положении. Так ему же нужно начать работать. Ему нужно как гармошки заиграть. Как он будет выводить кал, как он будет перестартировать. Его нужно растянуть как гармошку. Что мы делаем? Растягиваем его. Растягиваем самыми разными способами. Банально, да? Наклоны вот это все избитое. Вот такие наклоны. Скрутки вправо, влево, скрутки. Очень хорошо делать вращение вот этой короче вращение бедрами вокруг шеста, восьмерочка. Вот такие вещи. и вот такие растяжки. Вот так. И чередовать это, да? Вот так порастягивались, вот так порастягивались, вот так, в разные стороны. И чередуем вот с такими движениями. а еще есть, ладно, потом покажу это упражнение, оно самое такое фишечное. Так, по поводу физической активности, да? Утро начинаем с растяжек и с искусственной перистальтики. все остальные упражнения это на ваше усмотрение. Те, которые вам нравятся. Кто-то йога занимается, кто-то простой гимнастикой, в общем, любая физическая активность, там, висы, полувисы, катание по полу, все, что нравится, все, что хотите. Но что-то должно задвигать ваш кишечник. Дальше. заиметь привычку, это десятый пункт у меня, заиметь привычку каждое утро в одно и то же время, ну, мы же примерно всегда в одно и то же время встаем, какие-то у нас дела, да? Завести себе определенный ритуал, что вы идете на трон всегда в одно и то же время с утра. Вообще идеальное время для стула с 5 до 7 утра. Если будет в это время получаться у вас, да, встать, сделать растяжечку, попить горячей воды, позаниматься, а потом сесть на трон, это будет идеально. Но если нет этого времени вот в этом промежутке, но какое-то другое для себя время выберите, но организм, свой кишечник нужно как собаку Павлова приучать к определенным лампочкам, да, сигналам, вот пусть такой лампочкой сигнальной для вашей собаки Павлова, извините, будет поход на трон в одно и то же время. Идете на трон, садитесь, под ноги желательно скамеечку, чтобы у вас такая была поза, да, не вот так, а вот так, чтобы ножки были подняты, это удобнее, садитесь и ждете, не надо тужиться, смысл не в том, чтобы сесть и добиться результата с помощью вытуживания, так вы себе только геморройно живете, не надо тужиться, сядьте и просто расслабленно посидите и мысленно, мысленно поговорите со своим кишечником, да, можете прямо ему перистальтику на троне делать, поглаживать, массировать по часовой стрелке и просто дать себе какие-то там 5-7, ну не знаю, сколько у вас там, 10 минут, ну больше уже нет смысла, да, чтобы организм ваш привыкал, что у него утром есть такая задача посидеть на троне и чего-то там добиться, первое время у вас, конечно же, не будет ничего получаться, у вас даже позывов не будет никаких, никаких, не надо себя за это ругать, расстраиваться, сделайте вид, как будто бы все состоялось, смыли, да, скамеечку убрали, ручки помыли, все хорошо, пошли дальше за свои дела, и так каждый день, понимаете, что однажды все равно это состоится, если вы будете при этом еще и оттачивать свое питание и делать все остальные пункты, у вас все равно все состоится однажды, и вот этот момент, это и будет как раз для собаки Павлова, вот тот самый закрепительный, да, когда вы себя похвалите, и вот эта ваша эмоция, ой, слава Богу, наконец-то, и закрепить ее в голове, и тогда в следующий раз вы уже будете гораздо более уверенно садиться на трон, потому что вы уже будете знать, ага, это свершилось, значит, это может свершаться каждое утро, но это может быть процесс длительный, это можно долго этого ждать, но побеждает тот, у кого есть много терпения. Так, одиннадцатый пункт, это такая большая проблема, как сидячая работа, у очень многих из нас сидячая работа, поэтому, если есть возможность прямо на работе каждые там полчаса вставать из-за рабочего стола хотя бы на минуту и делать какие-то разминочные движения, те же растяжки, те же скрутки, наклоны, всё, что угодно, потому что застой, да, мы должны избегать застоев, мы должны давать понимать в течение дня, хотя бы там на минутку давать понимать своему кишечнику, своему организму, что мы не ленивые, что у нас всё нормально с кровообращением, что у нас всё там движется, да, не давайте, не давайте становиться своему кишечнику ещё более ленивым, чем он есть, делайте что-то, и даже если вы не можете встать из-за рабочего стола, если вы не имеете права, да, если вы там где-то прям пригвождены к какому-то конвейеру или кассе, я не знаю, где там, если вы сидите, вы прямо на рабочем месте делайте животом этот, ну, вакуум или как там называется, да, кстати, по поводу вакуума, я не мастер по этим всяким техникам живота, но у меня скоро будет эфир с приглашённым лицом, и там как раз будут вот эти вот техники живота, так что следите совсем скоро, это будет очень интересно у нас девушка, женщина будет показывать как учить, как работать с животом, это тоже будет своеобразным продолжением нашего эфира, вот, просто втягивайте животик, да, массируйте животик, брюшное дыхание, это всё можно делать прямо не вставая с рабочего места, но это тоже будет работа, это тоже будет внимание своему организму, своему здоровью, своему кишечнику. Так, двенадцатый пункт, релакс, релакс, что это такое? Значит, кишечник это мышца, как любая мышца, он может быть подвержен спазмам, да, спазмы это ступор, значит, нам нужно снимать спазмы, чтобы всё двигалось. Как снимаются спазмы? Конечно же, при помощи различных техник релакса. Вот здесь кто во что гораст, кому что помогает. Кто-то просто умеет расслабляться, медитировать, там, лёжа, сидя, под музыку, без музыки, со свечами, без свечей, в ванной, без ванны, кто как. Учитесь релаксировать, учитесь расслабляться, не живите весь день в скукоженном состоянии, в нервном, зажатом, в беготне. Надо находить время для небольшого релакса, для небольшого расслабления, может, перед сном, может, где-то среди дня, не знаю, у кого как наличие свободного времени, но какие-то техники нужно осваивать, чтобы снимать спазмы. Чем меньше спазмов в теле, тем активнее у вас там идут все процессы, процессы пищеварения и процессы выведения отходов. Ну и, наконец, тринадцатый пункт, это самый последний, он касается слабительных или клизм. Почему я сделала его последним? Потому что это как раз то, к чему люди стремятся прибегнуть в первую очередь, когда у них есть тенденция к запорам, но это как раз то, что является крайней мерой, уже последней, когда уже ничего не работает. Понимаете? Вот если уж говорить по-честному, то вот все то, что я перечислила, если это уделять этому внимание, то может быть последний пункт, он даже вообще не потребуется. Ни клизмы, ни слабительные. А если ничего не делать, если лень, вот это все делать, то, что я перечислила, если машем рукой, тогда остается только слабительные клизмы, но здесь есть один большой минус. К этому ваш ленивый кишечник привыкает, он становится еще более ленивым, потому что, а зачем ему что-то там, да, когда вот пришла клизма и все промыла, пришла таблетка Синаде и все сделала, вызвала искусственную перистальтику, да, он там заспазмировал, что делает Синаде? Она спазмирует кишечник, она заставляет при помощи своих ядовитых включений спазмировать кишечник, то есть, ну, как, насильственно, и он выводит то, что в нем накопилось. А зачем прибегать к таким насильственным мерам, если можно добровольно сделать все это в более человеческом щадящем формате? И тем не менее, я должна про это сказать, да, и про слабительные, и про клизмы, раз уж они являются тринадцатым пунктом, то все-таки они иногда имеют место. Например, например, начну с клизмы, потому что это более слабый вариант, да, если вы понимаете, что тяжело, и что несколько дней не приносят никаких успехов, и вы что-то делаете, но ничего не происходит, а вам уже тяжело реально, да, и вы уже просто не можете, вам тяжело, вас травит это изнутри, прибегните к клизме, но не надо себя мучить огромными объемами. Очень часто бывает достаточно несколько раз завести там небольшого количества воды, раствора, и просто помочь своему кишечнику вывести это, не знаю, пол-литра, литр, не обязательно загонять в себя полтора-два литра, это просто и не войдет, если там у вас скопились массы, поэтому можно делать микро-клизмы и помогать себе выводить то, что должно быть выведено, но не злоупотребляйте этим, все-таки сначала вот эти вот все 12 пунктов, да, а потом уже, если совсем все плохо, тогда уже 13 пункт, поначалу, если у вас тяжелая такая сейчас ситуация с запорами, поначалу, конечно же, у вас не сразу это все сдвинется, не сразу паровозик тронется, может быть, клизмы будут немного чаще, чем вам хотелось бы, но потом вы заметите, что необходимость у них будет все реже и реже, и, возможно, она совсем отпадет, потому что будут работать 12 предыдущих пунктов. И теперь про слабительное. Как я уже сказала, это искусственное вызывание стула, перистальтики кишечника, поэтому к ним надо прибегать еще реже, чем к клизмам. Ну, я бы сказала так, как бы безопасно раз в месяц принимать какое-то слабительное чисто для профилактики, да, для поддержания чистоты кишечника, для профилактики, ну, и, в общем, в целом, это ничего здесь такого, не будет привыкания, если вы раз в месяц будете делать какое-то слабительное. Не обязательно это сильное слабительное, может быть, какое-то, ну, к сильным я отношу к асторку и сульфат магния. Это может быть какой-нибудь растительный, да, типа, крак рушины, какой-нибудь слабительный чай, сено, сенаде, может быть, курс дюфалака, ну, какой-то лактулозы, да, может быть, там, неопурген, какой-то слабелем, ну, в общем, и разные есть названия, кому что идет. Вот раз в месяц, в принципе, это нормально. Теперь, разгрузочный день. Под разгрузочным днем я понимаю питание жидким образом, то есть, выбирать день, когда вы даете себе только жидкое питание, соки, свежевыжатые, смякайте можно вместе, и травяные чаи с медом. По разгрузочным дням это нужно прямо отдельно делать эфир, потому что их нельзя делать сразу полный день, если вы никогда их не делали раньше, то начинать нужно прямо с нескольких часов, но это отдельная тема. Но просто если имеет место усталость кишечника, то вот такие разгрузочные дни, там, раз в неделю, например, будут для кишечника своеобразным выходным днем. То есть, это будет день, когда у него будет отдых, у него не будет необходимости выводить, работать на вывод, потому что все жидкое. Вот как раз такие дни, если их чередовать то с ослабительным, то с клизмочкой, то с искусственной перистальтикой, да, то они будут таким движком, движком для всего вот этого вашего процесса выведения отходов. Ну, как сказать, чтобы было понятнее, катализатором, ускорителем. То есть, если вы ничего не делаете, никаких разгруз дней, просто вот живете в режиме каждого дня, питаетесь, выводите там как-то, то имеет место накопительная усталость, усталость кишечника. В принципе, любой, да, любой орган, организм, человек устает, если будет все время двигаться. Поэтому кишечник, если он все время двигается, если он все время перистальтирует, он устает, ему нужно давать отдых. И вот такой день жидкого питания будет как раз выходным днем для кишечника. И после такого выходного дня кишечник обычно начинает работать, как нормальный отдохнувший, да, орган, начинает работать в немного более усиленном формате. Вот, имейте это в виду. То есть, вот такие передышки нужны. Итак, 13 пунктов я назвала. Вот это все, с этим совсем нужно работать. Если вы все записывали, молодцы. Если не записывали, тогда, значит, пересмотрите, законспектируйте. А если кто совсем ленивый, да, неохота пересматривать, неохота конспектировать, можно дать мне запрос в директ. Я могу вам дать ссылочку на бесплатную инструкцию, что делать при запорах. Получив ее, вы регистрируетесь на моей обучающей платформе, и у вас там будет свой личный кабинет, где вы можете заходить вот в этот вот раздел по работе с кишечником, и там по пунктам прям все будет написано, что нужно делать. Так, теперь я, наверное, перейду к вопросам, которые были в окне. Их тут немного, правда, но я должна ответить. А в конце покажу несколько фишечных упражнений таких моих любимых, которые очень хорошо запускают перистальтику. Так, вопрос первый. Чем заменить клетчатку? Ребенок не ест овощи, фрукты, ходит круто. Ну, понятно, да, у ребенка склонность к запорам, он не любит фрукты и овощи, и мама спрашивает, чем можно заменить. Ребята, если ребенок не любит фрукты и овощи, это сос, это просто сос. Значит, надо сделать так, чтобы полюбил, но не насильственным образом, а хитрым образом. Делайте какие-то вкусные десерты. Я не знаю, сейчас столько всяких рецептов. Десерты из банана, черники, какие-то мороженые из малины, из малины макадамии и банана и так далее. Если задаться целью, можно найти очень много всяких вкусняшек, которые будут сделаны именно из фруктов. Какие-то вкусные овощные салаты с вкусными кисло-сладкими заправками, может быть, салаты с ягодами какие-то. В общем, можно именно с любовью подойти, не с насилием, да, ешь давай капуста, кому сказал морковь давай-то резкой, а именно подойти с любовью, с фантазией, с игрой к ребенку, и чем быстрее вы начнете это делать, то есть не запуская это далеко, пока он еще действительно ребенок, и он еще может поддаться, и чем активнее вы его будете приучать к этому, тем быстрее вы разрешите проблему у него со стулом. То есть не идите вот на этом, не сидите вот на этой фразе «мой ребенок не ест овощи и фрукты», не сидите на этом, меняйте ситуацию, пусть ест, учите есть, приучайте, пусть понемногу, пусть это растянется во времени, но нужно приучать, иначе это будет нездоровый человек, и совсем скоро у него появятся очень серьезные проблемы, если он не ест клетчатку. Но отвечая на вопрос, чем заменить клетчатку, это вот то, что я назвала это псиллиум, это лен, это сухая клетчатка по типу сибирская клетчатка, с которой можно делать какие-то напитки, она там бывает разного вкуса, можно делать вот такие напитки, можно с кефиром, с простоквашей это все соединять, то есть какая-то клетчатка конечно же обязательно должна поступать, и вот пока можно параллельно изменять, и параллельно приучать все-таки к фруктам и овощам, но не сидеть на котлетах, ой, макаронах с сосисками, и этими булками, на булках. Так, второй вопрос. Маме 83 мучается с запорами, на клизму не соглашается, чем помочь? Ну, я думаю, что скорее всего проблема опять в питании, потому что если человеку 83 года, понятно, что питается он скорее всего традиционным образом, то есть так, как мы питались всегда раньше, да, там каши, супы, крахмалистая еда, вареная пища, а все, наверное, вот так смешано, там в промежутках между вареной едой, там где-то мандаринка наверное проскочила, поэтому менять, менять питание на, постепенно менять, внедряя больше растительной пищи, фрукты с утра, смузи с утра, лен с утра, псиллиум с утра, потом в середине дня овощные салаты с каким-то количеством животной еды и кашку на вечер с маслом со сливочным, то есть меняйте рацион и если на клизму не соглашается, конечно, насильно не нужно пропить опять же курс каких-нибудь чайков слабительных или луктулоза, если нет никаких противопоказаний, микролакс, микроклизмы, ну микроклизмы не соглашаются, но значит пока вылезать на питании, на физических движениях, да, на, даже можно лёжа делать те же скрутки, не обязательно стоя там прыгать, работа с животом, искусственная перистальтика, всё, что я назвала, все 13-12 пунктов к выполнению, соответственно, для пожилого человека в более щадящем формате, но всё равно нужно это всё делать. так, после слабительного три дня кишечник не работает, хотя питаюсь фруктами и овощами, ну, значит, вот так на вас работает слабительное, что вы львиную долю , да, каловых масс выводите при помощи слабительного, и потом у вас долго формируется новое, но это как раз говорит о том, что у вас идёт длительное формирование каловых масс, то есть замедленное, замедленное пищеварение, замедленный вывод, и это сигнал к тому, что нужно что-то для ускорения, возможно, увеличить жиры, да, горечи, возможно, физическую активность сделать более активной, да, простите за каламбур, ну, в принципе, это очень часто такое бывает, но не три дня, но бывает, что после слабительного один день не бывает стола, да, это бывает, но три дня это, конечно, долговато, то есть нужно делать что-то, что ускорит его работу, то, что, опять же, в этих 12 пунктах. Четвёртый вопрос, даже после условного голодания запоры ленивый кишечник, что делать? Вот эта формулировка даже после условного голодания запоры, она немножко неверная. Дело в том, что после условного голодания, если вы провели его там 7, 14, 21 день, это не гарантирует вам, что за это время кишечник станет ух, каким активным и сразу будет вам выдавать там всё полный унитаз. Как раз часто бывает наоборот. Ленивый кишечник за несколько недель условного голодания становится ещё более ленивым, и он забывает про свои обязанности. Это не значит, что условное голодание это плохо, и вы таким образом себе навредили. Нет. просто к вам точно такая же практика, то есть применять все те же самые 12 пунктов, 12-13 пунктов для того, чтобы запускать перистальтику, но условное голодание само по себе не является гарантом усиления работы кишечника, вот чтобы вы понимали. Да, это отдых для кишечника, да, это очищение, но дело в том, что вы же все эти там недели, пока вы условно голодали, вы же трудились над выводом шлаков и токсинов при помощи клизм, да, вы клизмировались, поэтому ваш кишечник, он не в Турцию ездил, да, он не прохлаждался на берегу моря, он, собственно, все равно работал, работал на вывод, вот, потому что клизмы, это тоже не райское это наслаждение, это тоже нагрузка, поэтому вполне понятно, что какое-то время он тоже будет работать в своем прежнем формате, то есть не будет спешить вам выдавать на гора все эти отходы, и опять же то же самое, все 12 пунктов просто работать над собой, не покладая рук, работайте дальше, и чудо не происходит моментально, нужно время, время и ваше терпение, чтобы ситуация сдвинулась, так, и вот последний вопрос, поможет ли интервальное питание в борьбе с запорами, ну, под интервальным питанием, я думаю, интервальное голодание, наверное, да, понимал, то есть большое окно, конечно, это один из пунктов, который должен присутствовать в жизни человека, стремящегося к здоровому образу жизни, да, то есть чем больше разрыв вот это голодное окно между ужином и завтраком, тем лучше для организма, тем, в общем и целом, больше шансов у организма для очищения, то есть больше времени для очищения, и это тоже будет способствовать борьбе с запорами, то есть я лично ничего не имею против интервального голодания, ну, просто его так назвали, а на самом деле это просто большое окно, в любом случае, в любом случае голодание, если оно проводится вот так, точечно, да, там вы включаете какие-то голодные дни, неважно на чем, на воде, на сухом или там на жидком питании, если вы точечно включаете голодание в свою жизнь, это всегда скорее хорошо, чем плохо, потому что питанием мы заставляем работать в свою пищеварительную и выделительную систему, а голоданием мы даем ей отдых, а отдых это всегда лучше, чем работа, я думаю, никто спорить не будет с этим. Итак, я закончила теорию, и сейчас покажу парочку упражнений таких моих фирменных, которые очень советую вам внедрить в вашу физическую практику, и опыт показывает, что те люди, которые уже их внедрили, они получают от них не только пользу, но еще и очень большое удовольствие. Итак, первое упражнение, это называется две пиалы, может быть, уже многие видели, значит, суть в чем, упражнение выполняется стоя, вы держите все время, во время выполнения этого упражнения, вы все время держите руки вот так, ладонями вверх, и представляете, что у вас на каждой ладони стоит пиала с чаем, вот тут и тут, да, на обеих, и нужно делать так это упражнение, чтобы ни в коем случае не пролить этот чай из пиалы, то есть ладони не должны крутиться, они должны быть все время вот так. Теперь смотрите, показываю сначала медленно, потом быстро. вот ладони, вот пиалы, да, ладони. Смотрите, что происходит. Сейчас. Вот такое движение, значит, вот пошла правая рука. Вот. 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 Поняли? Теперь то же самое делает левая. Вокруг себя, вокруг головы, и снова сюда, и пошла снова правая. И ладони все время подняты вверх. Обратите внимание, что при этом происходит с телом. У вас, то есть тело должно по возможности быть, ну, в прямом, да, в таком состоянии. Но у вас живот при этом будет очень активно работать. Бедра, плечевой пояс, шея, ноги, работает все. То есть вот этим вот движением вы запускаете, запускаете кровообращение, лимфодвижение по всему телу. Вот просто по всему телу. Сначала получаться не будет. Сначала будут и руки вывертываться, и хрустеть будет все, и будет больно где-то. Но по мере того, как вы будете все это вот до себя каждый день прорабатывать, у вас все будет очень хорошо получаться. Но самое главное, что у вас будет очень хорошо работать вот эта вот, вся вот эта вот часть. Потому что кишечник, это не отдельно взятая какая-то часть тела, которую надо прорабатывать, а все остальное фиг с ним. У вас получается кишечник будет прорабатываться вместе со всем телом. То есть вот при этом упражнении две пиалы работают все клеточки, все мышцы. Вот все попробуйте, попробуйте, вы увидите, как у вас все прям до мурашек, все заиграло, все тело. И кишечник в том числе. Вот. Очень прикольное упражнение, всем советую. Ну и последнее упражнение, оно ржачное. Сейчас мы будем с вами смеяться, будем просто ржать. Значит, суть в чем? Ложимся на спину, туловище, голову и колени подтягиваем друг к другу и начинаем смеяться. И при этом смехе у нас будет очень хорошо работать зона, опять же, живота, кишечника. Очень это будет смешно. Смотрите, как это происходит. У меня, правда, мало места, но я думаю, что вы поймете принцип. Так, надеюсь, меня видно, да? Ложимся. Колени подтягиваем, голову подтягиваем и начинаем смеяться. я очень надеюсь, что вам понравится это упражнение. И если вы будете делать его с утра, вы себе такой заряд веселья и бодрости дадите на весь день, что у вас не только кишечник заработает, у вас просто мозги заработают. И вы будете себя хорошо ощущать, хорошо чувствовать. И если вы себя хорошо чувствуете, то есть у вас всё играет, то кишечник ответит тем же самым, взаимностью, и всё состоится. В общем, ребята, подводя резюме нашему сегодняшнему заседанию, просто работайте, просто работайте, не оставляйте себя без внимания, и всё наладится, всё получится. Практика показывает, что всё получается, но не всегда сразу, но для этого нужно просто набраться терпения. Вот, собственно, и всё. Я благодарю вас за внимание. Спасибо вам за ваши сердечки, за ваше присутствие. Надолго не прощаюсь. Всё. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok